В эфире новости губернии. В студии Татьяна Потоцкая. Здравствуйте. И сначала коротко о главных темах выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спешат на помощь футболистам и болельщикам. Самарские врачи по-своему готовятся к чемпионату мира. Особенности спортивной медицины и международные требования изучали наши корреспонденты. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ассоциация инновационных регионов России рассмотрит вопрос плотного сотрудничества с опорными вузами страны и университетами, участниками программы 5.100. Такое решение было принято в ходе встречи губернатора с директором ассоциации. Задача организации – содействовать эффективному инновационному развитию. А как отметил Николай Иванович Меркушкин, без науки и тесного взаимодействия образования и производства на это невозможно рассчитывать. А значит, необходимо объединить усилия. Если эта вся цепочка будет сложена, ну тогда да, мы будем иметь результат, мы будем конкурентоспособны, у нас будет свой продукт, ну и так далее. Почему? Потому что брать из этих же американцев, они отбором талантов уже занимают 70-100 лет. В Самаре уже работает Центр одаренных детей. В планах создания Гагарин-центра этот проект объединит лучших ученых страны и даже мира. Самарский университет, участник программы 5.100, активно сотрудничает с РКЦ «Прогресс». Один из результатов – спутник Аист-2Д. В апреле прошлого года разработка студентов и специалистов центра отправилась на орбиту с первого российского космодрома «Восточный». Также в регионе развиты отрасли нефтехимии, авиа и автостроения. Мы в этом году выпустили два дополнительных рейтинга. Кстати, рейтинг инновационной активности регионов, который мы выпускаем с 2012 года. Помните, тогда вы сами это инвестировали в свое время. Он сейчас обновился. Мы добавили туда блок динамики регионов. Это позволяет нам давать совершенно объективные данные, что было принято Министерством экономического развития за основной рейтинг по оценке инновационной активности субъектов Российской Федерации. Потому что мы оцениваем все 85 субъектов. И также была в прошлом году сделана большая работа по формированию другого рейтинга, рейтинга условий ведения высокотехнологичного бизнеса. Самарская область там занимает вполне достойное место. В Самарской области Швеция будут развивать экономическое сотрудничество. Об этом договорились на встрече губернатор и посол королевства. Напомню, с 21 по 25 марта в регионе проходят Дни Швеции. Главная цель – установить деловые контакты. Стороны отметили, что готовы расширять взаимодействие между университетами и в сфере информационных технологий в медицине. В Швеции интересны алюминий, энергоресурсы, а в Самарской области технологии и оборудования которых пока нет в России. В частности, сельхозтехника. Поток товаров в области почти в два раза сократился. Экспорт наш немножко увеличился на 10-15%. Поэтому, конечно, можно было более активно сотрудничать. Сотрудничать. Правда, может быть, это сказано в некой мере ситуации, обстановке. Я имею в виду экономической. Там разные, наверное, санкции влияют на этот товароборот. Петер Эриксон заверил ситуацию, проанализирует. Гости также предложили сотрудничество в сфере переработки мусора. Добавлю, объем внешнеторгового оборота Самарской области и Швеции в 2016-м составил чуть более 13 миллионов долларов. Готовы, активно сотрудничать. Готовы, и я рад, что я немножко познакомился с Самарской областью. И вы больше знаете о Швеции, чем о Самаре, но я стараюсь догнать. Господин посол мне сказал, что он даже вчера, приехав в Самару, бегал вечером по набережной, высоко оценил. Да, очень красивый и очень хороший для бега. Ну, не только для бега, там можно отдыхать. Там разные зоны. Как отметил посол, это не последний визит в Самарскую область. Стороны готовы сотрудничать. Виталий Владимирович Ощепков вступил в должность главы Чапаевска. На этот пост претендовало пять человек. В результате обсуждений, консультаций и собеседований конкурсной комиссии было выдвинуто две кандидатуры. Местная дома на расширенном заседании, в котором принял участие губернатор, единогласно проголосовала за Ощепкова. Какие задачи стоят перед новым руководителем и что изменилось в городе за последние пять лет? Подробнее Виталий Портнов. Клянусь, при осуществлении полномочий главы городского округа Чапаевск в Самарской области уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, действовать в интересах населения городского округа Чапаевск. По рекомендации конкурсной комиссии и единогласным решением местной думы из двух претендентов на пост главы города Чапаевска выбран Виталий Владимирович Ощепков. Срок его полномочий – пять лет. Как отметил губернатор, главная задача, которая стоит перед новым руководителем – приложить все усилия для создания максимально комфортных условий для проживания людей и сделать все, чтобы поднять социально-экономические показатели моногорода. Буду руководствоваться всеми вашими поручениями в своей работе, для того, чтобы сделать наш город еще более комфортным, более безопасным для проживания. Спасибо вам большое. Старт уверенный, есть поддержка губернатора областного правительства и населения. Свою помощь готов оказать и бывший глава Дмитрий Викторович Блынский. Его зал встречает аплодисментами, а он почти по-отечески дает наставление новому руководителю. С этой минуты дом, родной дом – это город, а семья – это все жители, все мы, значит, ваша семья. Нужно работать, работать и работать на благо наших жителей. И только тогда можно будет с уверенностью сказать, что доверие губернатора оправдано. Николай Иванович Меркушкин поблагодарил бывшего главу за успешную работу и отметил, если раньше Чапаевск считали умирающим городом, то сегодня здесь меняется уровень жизни и настроение людей, растет рождаемость. Я уверен, что город будет и дальше становиться все более и более притягательным. Потому что созданы те условия, и, может быть, вот тот маховик, который закрутился, и как он закрутился, и какого, может быть, качества всего того, что в связи с кручением с этим связано, это гарантия того, что здесь будет хорошее будущее. Губернатор отметил, что уже в следующем году откроется первый в истории Чапаевска ледовый дворец. Напомню, камень в его основании был заложен в сентябре прошлого года. Из областного бюджета на строительство выделено 250 миллионов рублей. Отремонтируют и стадион «Луч». Там появится искусственный газон, беговые дорожки с тартанового покрытия. В Чапаевске строятся и социальные объекты, развиваются предприятия. К примеру, продукция местного фармацевтического завода, по оценкам специалистов, не уступает по качеству зарубежным аналогам. Здесь производят препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Люди пожилого возраста, и ренит начинает, он более мягкого действия. Потом, если у кого сердце уже болит посильнее, нитросорбит используется. И потом нитроглицерин. Аналоги в России есть, например, нитросорбита. Это немецкий препарат, кардикет, изокет у всех на слуху. Но они стоят более 100-200 рублей. Наш нитросорбит мы продаем, он входит в жизнь необходимые 20 рублей. В 5 раз дешевле. Да. Предприятие работает уже 20 лет. Сейчас модернизируется оборудование, появляются новые цеха. В ходе беседы затронули и тему реформирования механизма социальных выплат. Среди сотрудников завода есть те, кого изменения коснулись. Решения поддерживают, понимают, что экономическая ситуация сложная, а принятые меры направлены в первую очередь на справедливое распределение бюджетных средств. Все понимаем, что пенсионеры, понимаем работающие. Как же надо как-то помогать людям. С производственной площадки на творческую губернатор осмотрел новое здание, в которое совсем недавно переехал городской департамент культуры и молодежного развития. Здесь работают различные объединения. Специалисты оказывают всестороннюю помощь, в том числе психологическую. Подросткам из неблагополучных семей. Губернатор ознакомился с музеем. Он отметил, что история города богатая, и теперь в ней открывается новая глава. Виталий Портнов, Вячеслав Потоцкий. Новости. Губернии. Чапаевск. Ветеранские организации Самарской области поддержали реформу механизма социальных выплат жителям региона. Свою позицию озвучили на сегодняшнем собрании. Напомню, с 1 марта в регионе изменился порядок предоставления соцподдержки, выплаты и льготы. Теперь начисляют не по категориям, как это было раньше, а по нуждаемости. Такой подход призван сделать помощь по-настоящему справедливой. Так увеличилось пособие по бедности, поддержка многодетных семей, а к ним приравнены теперь приемные, которые воспитывают трех и более детей. С 30 до 50 процентов для них вырос размер компенсации на оплату услуг ЖКХ. Выплаты сохранятся для неработающих ветеранов труда и тружеников тыла, чья пенсия не превышает 19,5 тысяч рублей. Таких в регионе 80 процентов. Представители ветеранских организаций считают, что в нынешних условиях новый порядок, изменения закономерные. Решение, хотя оно и болезненное для нас, но оно, наверное, принято правильное. Почему? Надо поднимать Россию. Наше старшее поколение возродило наше государство, во-первых, защитило, возродило. Значит, они понимали, ради чего это. И мы сегодня должны понять, что и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, и губернатор Самарской области Беркушкин Николай Иванович, они делают все, чтобы найти пути укрепления государственности. И слева у нас враги есть, и справа враги есть. И чтобы не дать расшатать наше государство. На собрании ветеранам показали фильм о политической и экономической ситуации в стране. Члены общественной организации подчеркнули, очень важно, чтобы люди правильно понимали суть социальной реформы и не поддавались на провокации, которые на этой волне проводят отдельные граждане. Ведь зачастую их цель не помочь людям, а использовать их в своих интересах. По итогам совета ветераны решили в противовес такой деятельности оказывать реальную помощь. Проводить разъяснительную работу об изменениях, которые происходят в сфере социальной политики, контактировать с властью, чтобы помощь действительно доходила до тех, кто в ней нуждается. Отмечу, что изменения еще будут обсуждаться с учетом мнения общественности. Так, по поручению губернатора решается вопрос о создании специального фонда, из которого раз в год будут выплачивать единовременную выплату нуждающимся. Фонд будет сформирован из средств, сэкономленных за счет пресечения незаконных схем ввода бюджетных денег в сфере транспорта и ЖКХ. Как показал анализ, только оттуда каждый год уходили миллионы рублей. Фрунденский мост в Самаре готов на 30%. Уже в апреле начнется установка первой части центрального пролетного строения. На левом берегу в несколько смен идет монтаж металлоконструкции, продолжается возведение опор в русле реки. Виталий Портнов оценил масштаб. Объект с технической точки зрения сложный и уникальный. Протяженность Фрунденского моста составит 667 метров. Движение будет шестиполосным. Уже построили 4 опоры. Возведение еще 4 в русле реки в самом разгаре, даже несмотря на погодные условия. Количество пролетов 7. Их длина варьируется от 29 до 135 метров. Сейчас общая готовность более 30%. Основной фронт работы развернулся здесь, на левом берегу реки Самара. Сейчас идет сборка металлоконструкции на специальной технологической площадке. Место, где я стою, это первая часть будущего центрального пролетного строения. Первые 33 метра фактически готовы занять свое положение на опорах моста. Установка начнется уже в апреле методом надвижки. С помощью мощных домкратов двигать будут только с левого берега. Сейчас строители собирают первую из 12 секций центральной части пролета. Ее длина составит почти 90 метров, а вес 1000 тонн. Вот такие монтажные блоки из мостовой стали между собой крепятся на болтах и сварке. Подрядчик уверяет, конструкция будет надежной. Мост прослужит минимум полвека. Минимальный вес одной сборочной единицы одного блока 15 тонн. Максимальное, что мы сейчас собрали, шпрэнгельный блок, состоящий из двух частей, веса порядка 45 тонн он сейчас весит. Металл, поставщик, несколько заводов здесь. Здесь Курганский, Санкт-Петербургский завод присутствует. Из 9 тысяч тонн металла 3,5 тысячи уже доставлены на стройплощадку. Здесь несколько смен трудится более 130 человек. Работы еще на одном объекте, мост через озеро Банное, входят в состав Рунденского. Были завершены еще в прошлом году. Там 100% закончен конструктив самого моста. Осталось мостовое полотно, то есть поставить перила, положить асфальт. Сейчас ведутся укрепления конусов. Насыпи еще не в полном объеме готовы. На этот год мы планируем отсыпать высокие насыпи, чтобы к моменту пуска движения они уже дали осадки, так как они находятся на болотах. Отмечу, что Фрунденский мост назван в числе 9 приоритетных объектов, которые строятся на сборы от системы Платон. На его возведение из этих средств будет направлено 930 миллионов рублей. Открыть движение планируется уже в декабре 2018 года. Виталий Портнов, Алексей Вильмискин, Дмитрий Алатарцев. Новости губернии. А теперь коротко о других новостях, которые наша редакция просто не могла оставить без внимания в нашей постоянной рубрике «Губерния за минуту». Кооперативному движению дают зеленый свет. Как объединить подсобные хозяйства и мелких фермеров, обсуждали на областном совещании по развитию кооперации. Пока система на стадии становления. Региональные власти возьмутся за ликбез и помогут финансово. Из областного и федерального бюджетов в этом году выделено свыше 15 миллионов рублей. Предполагается, что уже к концу года в регионе заработают 5 пилотных кооперативов. Они смогут рассчитывать на льготные кредиты и гранты. В Самаре стартовал досрочный этап единого госэкзамена. Сегодня задавали информатику и географию. На экзамен заявилось всего 12 человек. Это те, кто провалил ЕГЭ в прошлом году. Всего же на досрочный период, который продлится до середины апреля, зарегистрировалось 273 человека. Из них только четверо – выпускники этого года. Более 50 тысяч самарских школьников отдохнут в летних лагерях области. Около 60 тысяч отправятся в аналогичные учреждения дневного пребывания. На организацию детского отдыха в региональном бюджете запланировано около 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Всего на территории области будут работать 39 летних загородных, 9 санаторных лагерей и 5 детских санаториев. И продолжаем выпуск. Свыше тысячи военнослужащих и более 300 единиц техники артиллеристы ЦВО провели масштабное учение на Тотском полигоне со стрельбой из реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган», а также 152-мм гаубиц М-100С и М-100Б. Боевые расчеты наносили групповые удары по движущимся колоннам условного противника, командным пунктам и складам с оружием. Координаты целей подразделения получали с беспилотной авиации. Учение проходило в рамках лагерного сбора артиллерии Центрального военного округа. Условный сценарий отрабатывают и самарские медики, которым предстоит работать на играх Чемпионата мира по футболу-2018. Напомню, в бригаде две с половиной сотни врачей из разных медучреждений Самары. Дважды в неделю они проводят тренировки по оказанию неотложной помощи. На одну из таких побывала Алена Алешина. Внезапная остановка сердца – то, с чем чаще всего сталкиваются медики на крупных международных соревнованиях, говорит анестезиолог Сергей Яблоков. У врачей всего несколько минут, чтобы вытащить человека от того света. Это больные, прежде всего, без сознания, с остановкой сердца, с остановкой дыхания. Это наш профиль. Навыки сердечно-легочной реанимации отрабатывают на манекенах и специальном говорящем аппарате. Продолжайте КПР. Оценка сознания на нее уходит 10 секунд. На принятие решения тоже 10 секунд. В течение 30 секунд мы должны начать сердечно-легочную реанимацию, сообщить в КУЛ-центр, который находится в стадионе, что у нас такой больной существует. До восстановления пульса на секторе стадиона. Далее постреэнкционные мероприятия проводятся на уровне медицинского пункта. И далее больной госпитализируется в уполномоченную больницу. А здесь уже другая бригада медиков команды FIFA осваивает навыки наложения шин. Травмы рук, ног и головы – нередкость при стычках разгоряченных фанатов. Учитывают все, вплоть до особенностей самого стадиона. На стадионе это, наверное, именно транспортировка там необычная. У нас же мы не только по ровным местам носим, но и по трибунам, которые имеют определенный наклон. А это урок английского. Говорить и понимать иностранных больных врачи должны без переводчика. А еще в случае чего не перепутать международное название лекарства. Два часа в неделю 250 врачей оттачивают навыки неотложной помощи. Тренировку некоторых из них проводят на матчах крыльев советов. И привыкают к обстановке. Все они работают в своих стационарах, поликлиниках. А здесь нам предстоит работать под открытым небом в условиях большого скопления людей, в условиях большого присутствия иностранных гостей. Главная особенность как раз таки в этом и заключается. Мы учимся работать в новых условиях. Уже через год бригады медиков приступят к финальному этапу подготовки, который пройдет на стадионе Самара-Арена. Алена Алешина, Сергей Костин. Новости губернии. 27 марта Росгвардия отметит свой первый день рождения. В честь этого Самарское управление ведомства организовало турнир по стрельбе из пистолета среди сотрудников частных охранных предприятий региона. Проверить меткость разрешили и журналистам. На огневом рубеже побывала наша съемочная группа. Все начинается с инструктажа. Так уж положено на занятиях, учениях и соревнованиях с боевой стрельбой. После жеребьевки на рубеж выходит первая команда. На состязаниях на призы Росгвардии сотрудники частных охранных предприятий выполняют упражнения не только на меткость, но и на быстроту. Им дается 24 патрона, и их надо в считанные секунды уложить в мишень. Первый претендент на победу определяется очень быстро. Это Александр Дятлов, выбивший 217 очков из 240 возможных. Секрет феноменальной меткости – прост Сан Саныч, ветеран Росгвардии. Боец Тольятинского ОМОНа, кавалер правительственных и ведомственных наград. Если подольше потренироваться, конечно, результат намного лучше. Результатом недоволен, так-то мало. Соревнования, говорят представители Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, носят сугубо прикладные цели. На этих соревнованиях мы смотрим, определяем профессиональную принадлежность каждого сотрудника частно-охранной организации, чтобы они выполняли и применяли все свои навыки в дальнейшей поседневной работе. Попробовали себя на рубеже и журналисты. Самым метким стал оператор телерадиокомпании «Губерния» Александр Каракулько, выбивший 139 очков из 160 возможных. И это без особой предварительной подготовки. Николай Козлов, Александр Каракулько, Новости губернии, Тольятти. И на этом пока все новости. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова